Итак, дорогие друзья, сегодня поговорим про погоны. Как они менялись на протяжении нескольких лет, как менялась Геральдика. И начнем мы вот с этого края. То есть вы видите, вот Петр Первый вводит на кафтанах вот такие вот пуговицы без рисунка. И ему понравилось у голландцев знак гардемарины. И появляются на форме какие-то знаки различия. Собственно, в дальнейшем в царской России знаки различия носили даже дворники имели номера и пожарные. Вот они. А на пуговицах появляется орел, который в лапах держит что-то связанное с родом войск. Здесь, как вы можете заметить, пушки. Со временем на плечах появляются погоны. Царская Россия, то есть, также имеет орла. Подобные вот формы. И здесь еще на некоторых погонах шли вензели подразделений. То есть, там Николаевский, Александровский полк. У моряков также остается и появляется якорь. Появляются георгиевские кресты со времен Суворова. Они еще были овальной формы. Я ранее показывал в нашей Геральдике. И, соответственно, к 1917 году, когда происходит Великая Октябрьская революция, у нас вся атрибутика, связанная с царской Россией, меняется на советскую. Погоны переходят на шею. Появляются вот такие петлицы. Подобная шпала, как ее называли, появляются тут треугольнички, квадратики, ромбики. Означало, что офицер – командир батальона. Такие погоны можно было легко делать на коленке. То есть, на картонной основе просто пришивалась тряпочка. И уже не была такой красивой, как золотые погоны царской России. На медалях появляются знаки различия. Серп и молот. Вот за трудовое отличие. И, соответственно, в 40-х годах начинается у нас Великая Отечественная война. Медали активно разрабатываются. Появляются ордена, Отечественная война, за отвагу и Герой Советского Союза. Одна из самых главных наград. На тот момент кресты полностью вышли из обихода. Ими никого не награждали. На петлицах вот здесь размещался тоже иногда эмблема. Но она встречается крайне редко. То есть, якоря с канатом по-прежнему остаются закрепленные за военно-морским флотом. После окончания Второй мировой войны разрабатывается еще серия значков. То есть, например, боин-спортсмен, отличник советской армии. В ближайшее время, я думаю, привезу подобные значки Царской России за отличную стрельбу. Погоны после Сталинградской битвы опять возвращаются на плечи. Это погоны моего отца. Собственно, в том обличии, в котором они были при Царской России за небольшими исключениями. Именно в тиснении, в срезах. Вот здесь у меня представлена экипировка знаков различия иностранных подразделений. Это US Army, где у них сначала погоны были тоже на рукаве в районе запястья. Крепилась нашивка подразделения. Британская армия погоны начали носить на груди. И тоже вы видите похожие знаки различия. И в иностранной армии вводится жетон. То есть, переходит он на шею. Он не является знаком различия. Это просто идентификация. Собственно, которая тоже плотно вошла. И вот он сейчас носит даже наши бойцы. То есть, что-то мы переняли у них, а что-то они переняли у нас, у Царской России. Например, значок «Заметку и стрельбу», который я сейчас хочу привести. Оригинальный найти, просто в хорошем состоянии. Сейчас сложно найти. Он активно применялся и в нескольких степенях. Также носился в районе груди. И находится у американцев по сей день. Очень, кстати, внешне похож на наш. Вот, собственно, вам за пять минут показал, как изменились и появились погоны у нас у офицеров на плечах. И, собственно, сейчас мы, даже пережив Сердюковскую реформу, продолжаем носить погоны гордо на плечах. Это то место, которое наиболее меньше падает в грязь, когда боец ложится, чтобы не замарать погоны. В нашей армии есть тоже много своих традиций, о которых нужно знать и строго соблюдать их.